Сергея Наймана задержали около года назад по подозрению в коммерческом подкупе. По версии следствия, руководитель подразделения крупной нефтяной компании получил многомиллионный откат. Уже позже суд установит, в 2018 году обвиняемый пообещал предпринимателю помочь в заключении договора субподряда на выполнение работ по капитальному ремонту системы электрообогрева. Цена контракта 14 миллионов рублей. Три из них получил сам Найман. 2019 год. Ещё один контракт стоимостью более 13 миллионов рублей. Найман требует передать ему процент от суммы контракта в качестве незаконного вознаграждения. В случае отказа угрожается оставить претензии в гарантийный срок эксплуатации принятого объекта за якобы выявленные недостатки и дефекты, допущенные при выполнении предусмотренных договором работ. Предприниматель был вынужден согласиться на передачу 2 миллионов 600 тысяч рублей за оказанное содействие в заключении и приёмке контракта. Действия при получении второй части коммерческого подкупа в размере 1 миллион 100 тысяч рублей пресекли сотрудники ФСБ России по Архангельской области. На теперь уже бывшего руководителя подразделения по управлению энергообъектами на месторождении Южное Хольчью завели уголовное дело по 204-й статье Уголовного кодекса. В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 26 миллионов рублей, включая жилые помещения и транспортное средство. Суд приговорил Сергея Наймана к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также нефтянику придётся выплатить штраф в 40 миллионов рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.